здравствуйте друзья меня зовут михаил лобочек продолжаем изучать программу 3d max в этом уроке мы разберем как настраивать единицы измерения программе в виде перспектива давайте нарисуем просто вот чайник перейдем закладочку модификации модифай то есть вот сюда командные панели и здесь характеристики нашего чайника в частности радиус радиус нас написано здесь 14 целых 312 сотых здесь видите не стоят единицы измерения то есть программе 3d max вначале по умолчанию стоят единицы измерения которые не измеряются как бы в единиц их измерения важно настроить сразу правильно единицы измерения потому что когда мы дальше будем работать у нас будет множество файлов их придется объединять с друг другом если там будут разные единицы измерения то программа 3d max их будет конвертировать одни в другие и у вас тогда проблем не возникнет единицы измерения программе 3d max настраиваются в меню кастомайз то есть настройки и у нас закладочка unit setup это делает жмем здесь открывается соответствующая кошечка при первом запуске программы у меня по молчанию стоит вот видите вот этот параметр это когда единицы измерения не подставляются давайте это изменим вот здесь мы можем выбрать метрические системы исчисления щелкаем на метрик здесь выбираем соответствующий параметр давайте укажем миллиметры если вам удобно измерять в американских системах исчисления то выбираете us стандарт ниже можно задать пользовательские единицы измерения также можно настраивать масштаб вот в этой закладочке системные единицы измерения сейчас мы ее тоже рассмотрим а пока сделав вот это указав миллиметры нажмите ok далее поле радиус давайте зададим 1 миллиметр здесь я выделяю ставлю единичку и жму enter сейчас давайте увеличим этот объект я нажму на вот этой вот кнопочки снизу справа экрана объект у меня сейчас выделен чайник объект у нас увеличивается максимально во всех окнах проекции теперь давайте повторно зайдем в меню настроек единиц измерения то есть customize unit setup и здесь давайте установим параметра который был в начале загрузки нашего файла то есть вот эта позиция у нас давала на экране результаты что у нас единицы измерения отсутствовали сейчас вот смотрите здесь один миллиметр и я жму окей применяют соответственно и видим что у нас радиус остался тоже один но уже не миллиметра но тоже один то есть из этого можно сделать вывод что когда мы не пишем единицы измерения это у нас был один миллиметр но на самом деле это можно настроить под себя давайте еще раз зайдем в тоже окошко и почему именно 1 миллиметр и же у нас даже нет опции чтобы выбрать один миллиметр или более на самом деле это настраивается вот в этой закладочке сверху систем юнит с этап жмем на этой закладочке и здесь мы видим что один юнит это у нас один миллиметр то что и мы здесь вот видели с радиусом идем дальше закроем эту закладочку теперь обратно вернемся миллиметры сделаем миллиметры нажмем окей соответственно мы здесь конечно это видим теперь зайдем обратно в это же окошко юнит с этап и заново щелкаем на кнопочку систем юнит с этап и как вы видите здесь написано систем юнит скейл скейл соответственно это масштаб то есть если я здесь напишу 5 либо больше то вот это число будет умножено на вот это число которое у нас здесь написано в радиусе и мы получим уже результат перемноженной давайте это проверим я здесь пишу 5 и жмем соответственно окей и здесь окей внизу выделяем наш объект и видим что здесь уже стоит уже 5 миллиметров то есть мы все объекты которые были бы у нас в сцене масштабировали и умножили на число 5 то есть был у нас один миллиметр стала 5 миллиметров то есть это у нас масштаб заходим назад тоже окошко юнит с этап жмем на кнопочку систем юнит с этап идем дальше если мы здесь напишем единицу то есть единица один юнит будет равняться одному миллиметру если мы здесь выберем например сантиметры то на самом деле сантиметр это в 10 раз больше чем миллиметр и теперь нажав на кнопочку ok и здесь тоже выделив объект мы видим что дети объект у нас уже 10 миллиметров то есть фактически мы объект масштабировали в 10 раз вы помните этот чайник был у нас изначально один миллиметр теперь у нас 10 миллиметров потому что мы указали в масштабе один юнит это один сантиметр на самом деле масштабирование это такая нечастая процедура которую надо будет нам использовать заходим повторном тоже окно кастомайз юнит с этап щелкаем на верхней закладочки систем юнит с этап и здесь давайте вернем как и было по умолчанию в этой программе здесь стояли у нас миллиметры щелкаем здесь соответственно ok а в разделе метрических систем давайте укажем сантиметры в ближайших уроках мы будем работать с этими настройками жмем 10 кей все объекты в сцене лучше рисовать натуральную величину то есть например если у вас стол два метра то вы задаете соответственно два метра в тех единиц их измерения которыми вы пользуетесь соответственно когда у вас объект большого размера то неудобно пользоваться миллиметрами а потому что здесь будет много цифр они даже здесь могут не поместиться в этом поле поэтому указывайте те единицы измерения которые вам удобны также вот здесь если вы внимательно посмотрите здесь запись производится через запятую каких-то дробных цифр просто некоторые у меня оставили ученики точку а потом вводили и цифра не появлялась тех которые нужно через точку здесь писать нужно через запятую также единицы измерения писать вообще не обязательно они будут подставляться автоматически если вы здесь пишите какую-то цифру например я пишу единицу и жму enter соответственно сантиметры сами подставляются у нас сейчас еще раз давайте зайдем в наше окошко кастомайз юнец этап и рассмотрим последние настроечки в закладочки систем юнит с этап а в этом окошке здесь мы с вами не рассмотрели вот этот флажок respect system units in files его можно перевести как соблюдать системные единицы в файлах лучше чтобы галочка напротив этой строчки стояла всегда тогда если при экспорте файла его метрическая система не совпадает с установленными текущей сцене программа предложит либо перевести ее в нашу систему миллиметры либо перевести программу на единицы загружаемого файла далее у нас идет следующая область origin origin можно перевести как начало либо точка отсчета смысл вот этого ползунка и вот этих полей указать что программе существует погрешность точности измерения смысл в том что чем дальше от начала отсчета тем будет больше погрешность в измерениях в жизни мы наблюдаем тоже что-то подобное чем ближе объект тем лучше мы его контролируем резче видим и точнее что-то делаем с ним если объект далеко-далеко тем хуже мы его контролируем хуже видим и погрешность в измерениях увеличивается если сместить этот ползунок влево то у нас до центра будет минимальное расстояние которое выражается вот этим числом и погрешность у нас будет равняться нулю как вы видите да если мы смещаем право мы видим что вот этот показатель и вот этот показатель 2 у нас которые ниже увеличиваются и максимальная погрешность у нас будет вот при этом расстоянии здесь мы видим 16 миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двадцать один это максимальное расстояние по этой шкале ну если перевести это в километры это у нас сто шестьдесят семь километров то как вы видите вот здесь погрешность у нас будет 0,1 сантиметра соответственно вот эта надпись у нас distance from origin переводится как дистанция от источника либо от начала отсчета а вторая надпись у нас переводится на русский как в результате точность вот такие у нас особенности настройки единиц измерения если будут вопросы по данной теме задавайте спасибо за внимание что в следующем уроке у нас вы в этом году есть Продолжение следует...